Здравствуйте, с вами мой блог. Ничего святого с Сергеем Поярковым, тот художник, который может обидеть каждого. Друзья, я получил невероятное наслаждение, когда увидел этот прекрасный, публично предъявленный букет на политические похороны. Этот венок, который продемонстрировал Арсен Аваков в своем интервью. Потому что политические похороны Зеленского и его команды приближаются с Зеленским и его командой семивильными шагами. Они роют себе яму, в которую в обозримом будущем с грохотом упадут. И предтечить их падение, и собственно говоря, программой их разноса и фиаску является выступление Авакова. Во-первых, дорогие друзья, я начал бы с того, что обратил бы ваше внимание, что все, кто кричат, что Порошенко – барыга, Аваков – черт, Юля – зазуля, Яценюк – кролик, а Гройсман – вообще Гройсман, ему даже имени не придумали. Гройсмана достаточно. Вот все, кто кричат и наезжают на них, посмотрели бы в зеркало и увидели бы свою кривую ни на что не способную харю и трезво оценили бы свои способности к управлению государством. Ребята, понимаете, французы говорят, что человеку всегда можно сделать хуже, пока он жив. И поэтому я бы обратился к стаду идиотов, кричавшим, что хуже не будет. Дорогие друзья, вы думаете, не может быть хуже, чем Зеленский? Да запросто! Надо президентом избрать Стерненко. Он еще больший болван, у него еще меньше опыта управления. Он еще хуже, чем Зеленский, и его команда подберет себе команду. То есть всегда можно избрать хуже. Потому что, когда человек имеет абсолютное отсутствие опыта боевого, управленческого, жизненного, когда человек не управлял ни одной компанией, ни одним коллективом, не был на фронте, собственно, его достижения в жизни равны нулю, и кроме тупого трепа он ничего продемонстрировать не может, то это лучший кандидат на то, чтобы развалить государство. Всегда можно сделать хуже. И когда я слушаю абсолютно правильные советы Авакова и его аналитику, эх, жалко, что все это никто не собирался воплощать до 2019 года по определенным причинам. Ребята, он абсолютно прав в том, что профессионалы должны объединиться для спасения страны. Друзья мои, избиратель должен прийти к политической мудрости. Он должен понимать, что кандидат, за кого он отдает голос, лично ему может быть вообще отвратителен. А другой кандидат, который ему лично очень симпатичен, не получит голоса избирателя по рациональной причине. Потому что избиратель перестал быть клиническим идиотом, и он голосует не по принципу симпатичен, не симпатичен, а анализирует, сможет ли функцию выполнить тот кандидат, который, собственно, выставил кандидатуру на выборах. Голосовать надо не за хорошего политика, а за эффективного. Ребят, ну что там? Вы можете не любить Яценюка, но он, наверное, раз в 400 умнее, чем Арахамия. Как бы он вам не нравился, если он вам не нравится, нужно понимать, что он профессионал. Ребят, ну согласитесь, что Аваков намного лучший министр внутренних дел, чем, например, Татаров. Ну я говорю для тех, кто вышел на Майдан, и кто победил на Майдане, кто пошел защищать свою страну от агрессора. Ребята, есть прекрасная древнеримская пословица «Лучшие враг хорошего». Нам нужно понимать, что у нас скамейка запасных выбор у нас очень ограничен. У нас нет возможности проголосовать за Махатму Ганди, за Обаму или за мать Терезу. У нас из имеющихся политиков нужно выбирать профессионалов. А вера в сказку – это признак недоразвитости, умственной отсталости. Только тупой клоун может голосовать за симпатичного, а не за умного. Понимаете, как говорится в пословице, что женщины намного умнее мужчин, потому что еще ни одна дура не вышла замуж, потому что, дескать, у него такие красивые ноги и упругая задница. Ребята, нужно понимать, что нравится, не нравится – спи, моя красавица. Мы избиратели. Мы должны делать рациональный выбор. Мы должны понимать, что политиков нельзя любить. Любить можно только папу, маму, детей, друзей, любимую жену или девушку. Ребята, политики недостойны любви. Их нужно выбирать и дрючить. Любить там нечего. И поэтому из тех, кого мы будем дрючить, мы должны выбирать наиболее профессионально. Теперь. В чем категорически? 100% безоговорочно Аваков прав. И это золотые слова. Должен быть баланс. Это вот золотыми буквами нужно написать на администрации президента, на Кабмине и на Верховной Раде. Моно-большинство, всегда вот моно-власть ведет к беде. Еще нигде на свете узурпация власти не привела к счастью. Там, где нет баланса, всегда беда, всегда нищета, всегда проблемы. Потому что, если бы был баланс, действительно, Зеленскому бы запретили, просто запретили большинством в парламенте вот эту дурь по миллиарду деревьев. Ему бы никто не дал затеять влык и будивництво, его бы заставили, если бы был баланс, купить уголь и газ. Его бы заставили. Да, этого баланса нам как раз и не хватает больше всего. Отсутствие баланса убивает больше, чем коронавирус. Эта беда большая, чем эпидемия. Бесконтрольность власти, ее неподконтрольность никому, кроме самого себя, неизбежно превращает их в уголовников, в узурпаторов и преступников. Потому что вот это вот оголтелое арахамство, арахам на арахаме сидит и арахамом погоняет. Потому что, извините меня, Трухин калечит шесть человек и его, как Лозинского, помните, который пристрелил на охоте, некому приструнить. Потому что всегда был баланс, потому что Народный фронт действительно уравновешивал ДПП, потому что всегда оппозиция уравновешивала Януковича. Потому что депутатская неприкосновенность нужна для оппозиции. Потому что у власти она есть и так. И когда власть говорит, давайте отберем неприкосновенность, то забирают ее у оппозиции, а не у власти. Каждый из нас потерял неприкосновенность. А совсем не они, не депутаты. Ребята, нас покупают на фуфло. И мы, как народ, на это фуфло ведемся. Потому что мы должны понимать, что благодаря глупости и вере в сказку избирателя отпустили вагнеровцев. Ведь это глупость на предвыборных участках, когда все отдали в руки зеленой команде. Все, кто голосовали за Зеленского. Ребята, это вы. Это вы поучаствовали в краже судья Чауса. Это абсолютно, это ваша вина. Вы должны понимать. И нету оправдания. И когда какой-то дурак начинает говорить, что я голосовал не за Зеленского, а я голосовал против Порошенко, ты дурошлеп. У меня есть одна знакомая, которая действительно, она проголосовала против Порошенко, но она не проголосовала за Зеленского. Она пришла на избирательный участок и написала на пюритне. Порошенко и три буквы, и бросила это в урну. Она проголосовала против Порошенко, но она не проголосовала за Зеленского. Ребята, я не буду вам пересказывать интервью Авакова. Оно большое, интересное. Пожалуйста, посмотрите его. Найдите время, оно того стоит. Потому что, друзья, там абсолютно четкая, правильная, здравомыслящая программа, чего нам делать и чего не делать. И эта программа правильная. Это программа выстраданная опытным человеком, который совершал ошибки, который получал результаты, который прожил жизнь. И сегодня то, что он сказал, в принципе, подходит всем нам, всем, кто хочет жить в нормальной стране, кто хочет строить Европу здесь, а не отсюда валить. Жизненный опыт битого кучей ситуаций человека, который прошел огонь воды, медные трубы. И который абсолютно правильно сказал, что умеющий говорить «нет» никогда не уживется с президентом-идиотом и с командой придурков и клоунов. Потому что политика и сама жизнь – это дискуссия. Потому что это всегда баланс. И каждый, кто отбрасывает дискуссию и баланс, роет себе могилу. И, можно сказать, сегодня эпитафия на политические похороны Зеленского и его командой выдана Арсеном Аваковым. Не буду пересказывать то, что он говорил. Вот просто бросьте все. Найдите это видео, посмотрите от начала и до конца. И вы увидите там очень много полезного, что обязательно используют те, за кем в ближайшее время. Не сожжай.